всем доброго дня это видео является продолжением линейки роликов которые связаны с различными наборами импульса на всякий случай напомню это такие физические методы оптимизации наших боевых действий ну под оптимизации понятно мы подразумеваем их большую эффективность следовательно меньшее вложение сил больше результат на выходе для тех кто не очень себя представляет как это работает это работает как физики все наверное знают что такой закон рычага такие физические термины как инерция инертность как сила скорость и так далее все эти вещи современной физикой современной наукой вполне описаны не существует достаточно хорошее представление о том как для того чтобы увеличить какой-то параметр мы выполняем те или иные действия таким образом чтобы не потратить слишком много сил на выходе получить некий устраивающий нас результат то есть все это связано с наукой с физикой и вполне подчиняется современному представлению современного человека о том как работает то что нас окружает этот мир и так далее так вот мы с вами прошли достаточно много уже достаточно большой путь связанные с различными наборами импульса но уже я надеюсь знаем как их между собой можно сочетать в каких случаях какой из них является более эффективным какой там менее эффективным например и так далее и в этом уроке мы рассматриваем два набора импульса первый это реверсивный способ этот такой метод который работает на вас если вы достаточно раскованы то есть напряжение мышечное какое-то вот это представление о закрепощенности какой-то вот это вот против вас в данном случае и наоборот за вас работает ваша раскованность ну в качестве примера можно предложить то как рубят шашкой например или то как бьют кнутом и так далее здесь вот существенным таким важным аспектом является раскованность и следующий метод который мы осваиваем в этом уроке это так называемое подрагивающее усилие как уже говорилось в ряде стримов подрагивающее усилие это такое достаточно широкое понятие которое имеет массу различных реализаций ну вот мы посмотрим одну из таких реализаций которые мне кажется является наиболее такой универсальный с точки зрения применимости в разных боевых направлениях просто как правило подрагивающие усилия связывают с пай хайдшлайн кулаком белого журавля но на самом деле она существует в различных боевых направлениях и несмотря на то что сейчас его счет визитной карточкой паха тем не менее освоение этого метода приложения силы наверное полезно разным бойцам разных направлений